Некоторые вопросы, которые также можно упомянуть в этом вопросе, но Хабид Ибн Хадир не привел у них никаких хадисов. Понятно? То есть Хабид Ибн Хадир привел у них какие-то хадисы, под ними рассматриваются вопросы, которые связаны с словами этого хадиса. Есть такие же похожие вопросы, от этих не которых Хабид Хадир не привел, но они также возможны их рассмотреть под этой главой или под этим хадисом. Говорит Халию Штараткин имама антагона муханнака аузадзуаба, то есть являются ли условием относительно челмы, чтобы она была муханнака. Муханнака значит подвязана под подбородок, так то есть чтобы она была закреплена на подбородок или под подбородок. Аузадзуаба. Задзуаба это как бы чтобы у нее свисали сзади что-то концы, то есть являются ли условием или нет. То есть здесь у тебя челма, одета на тебе челма, не подвязана под подбородок или такая, что концы ее не закрывают твое затылок. Разрешено подстирать такую челму или не разрешено. Говорит Иштарат Азалика Джима Амин Аль-Ханабире Канафель Мухни. То есть обусловили эти два условия сразу несколько хамболитов, как это приходит в мухни. То есть сразу несколько хамболитов обусловили и сказали, что нельзя протирать на челму, кроме как, если она подвязана под подбородок. Или она обладает чем-то концами, которые свисают и сзади так и закрывают затылок. Но правильным мнением является то, что это не является условием разрешенности опирального челму. Для Адама уйдет дали им не дулю аля Иштарат. Потому что нет никакого довода, который бы указан на эти условия. Говорит о н dates и в сетях Канафель Мухально. И это мнение также выбрал Мухадзад в sheikh al-Islam Канафель Адам тхирхия, а также выбрал sheikh al-Islam ибн Саймия, то есть как это пришло в Адам тхирхия. Почему Мухаммад Сайдзана поставил мухадзад перед ибн Саймией. Хотя ибн Саймией был выше знаний, чем ибни Саймией. Потому что ибн Саймией нужен раньше, чем ибн Саймия. То есть дальше шейху ибн Саймией сказал шархан-умтик. Понятно?